Привет! Есть куча разной интересной электроники, которая может пригождаться каждый день и по многу раз. Есть и такая, пользоваться которой приходится не очень часто, но в любом случае гаджет полезный. Я давно уже присмотрел себе несколько устройств от фирмы Fenix, которые по моему мнению будут полезны очень часто и пригодятся многим. Первое устройство это компактный LED фонарь с рассеивающим светом. Очень интересный осветительный прибор. Отлично подойдет для походов, рыбалки и поезда кемпинг. Несмотря на компактные габариты и малый вес, данный фонарь имеет довольно много функций и способен работать до 350 часов. Он удобен, стильно выглядит и может очень пригодиться во многих ситуациях. Ему не страшна влага и к падениям он тоже устойчив. Если не швырять его об камень и не переезжать машиной, то прослужит довольно долго. Сделан он из термостойкого и ударопрочного пластика. На резьбе, через которую можно заменить батарейки, присутствует уплотнительная резинка для герметичности. Источником освещения в данной модели являются несколько диодов нейтрально-белого света и пара красных. Для белых диодов действует функция памяти, то есть при включении фонаря автоматически будет запущен последний выбранный режим работы. Вот таблица мощности фонарика и она очень достойная. Я ходил ночью возле соседних гаражей и дальность рассеянного света позволяла мне увидеть все около себя очень хорошо, так что небольшое пространство примерно в радиусе 20 метров эта штука осветит очень хорошо. Всего фонарь имеет 8 режимов работы. Из них первые 6 отведены под диоды с нейтрально-белым светом и 2 для красных. Управлять устройством можно с помощью одной клавиши, установленной в нижней части корпуса. Для запуска фонаря необходимо зажать кнопку на полсекунды. При включении режима работы осуществляется кратким нажатием. Для питания можно использовать щелочные батарейки или никель-металл-гидридные аккумуляторы формата 2А. Стоит отметить, что аварийный фонарь будет работать как с тремя батарейками, так и с двумя или даже с одной. Однако в таком случае доступ к максимальному режиму яркости будет заблокирован, так как мощности одного или двух элементов питания попросту не хватит. Также доступ к этому уровню яркости может быть заблокирован при значительном разряде элементов питания. Фонарь не работает с литий-ионными элементами питания и не способен нормально функционировать при одновременной установке батареек и перезаряжаемых аккумуляторов. За счет откидной металлической ручки верхней части вы сможете подвесить этот фонарь внутри палатки или на ветке дерева, ну или где-то в авто при его ремонте, например. В комплекте с фонарем производитель также поставляет 3 батарейки, небольшой металлический карабин и запасной резиновый уплотнитель. Зарядные устройства от Феникс на 4 слота для зарядки. Ранее я использовал зарядку от Феникс, но попроще на 2 слота. Но бывали случаи, когда попросту не хватало места для других аккумуляторов и нужно было ждать, пока зарядятся одни и сразу менять их насевшие для новой зарядки, а это очень долго и нудно. Если у вас тоже возникают такие ситуации, то это зарядное устройство расширит возможности зарядки аккумуляторов. Гаджет хорошо работает с 9-ю типами аккумуляторов. Его можно использовать дома или в путешествии, подключая к автомобильному аккумулятору. Оно тщательно защищено от случайных поломок и предлагает пользователю полный контроль за процессом зарядки любых современных элементов питания. Кабет для подключения к электросети есть в комплекте, а вот второй нужно покупать отдельно. Но главное преимущество этой модели состоит в ее универсальности по отношению к форматам аккумуляторов. Феникс АРА4 одинаково хорошо работает с никель-металлогидридными, литий-ионными и никель-кадмиевыми элементами питания. Совместимыми с этим зарядным устройством являются 9 разновидностей аккумуляторов, таких как 2А-14500, 3А-10440, S-26650, 18650, 21700 и 16340. Зарядное устройство работает при температуре окружающей среды от 20 градусов мороза до 50 градусной жиры. Помимо этого, производители снабдили данную модель защитой от перегревания аккумуляторов, от переплюсовки и коротких замыканий. Кроме того, сразу же по завершению процесса зарядки устройство отключает соответствующий слот, чтобы аккумулятор не подвергался перезарядке, а это очень важно. На встроенный дисплей выводятся данные о типе элемента питания, его напряжении, текущем уровне заряда и ожидаемом времени окончания зарядки, а также о силе тока. Каждый слот устройства управляется отдельно, а все данные пользователь может переключать, нажимая на кнопку выборного слота. Экран можно отключить, если подержать кнопку нажитой, немного дольше обычного. Ранее я пользовался зарядкой младшей версии больше года, несколько раз в неделю и все хорошо, уверен, что и эта зарядка проработает долгое время. Вы держали в руках когда-нибудь мощный фонарик размером с коробку спичек? А я да, и это новый карманный фонарик Fenix E16. Это универсальный светодиодный фонарь небольшого размера, его можно носить как брелок, фонарь-наключник или карманный прибор. Но несмотря на габариты, рабочие качества этого фонаря действительно на высоте. Его яркость составляет 700 люмен. Фонарик поддерживает сразу 5 рабочих режимов и способен получать энергию от двух типов элементов питания. Светодиод CreeXPL дает нейтрально белый по оттенку свет и рассчитан на работу в течение 50 тысяч часов. Так что фонарь достаточно долговечный, чтобы служить своему владельцу, по крайней мере в течение нескольких лет так точно. Для фонаря производители реализовали несколько функций, делающих его работу более эффективной, а также оберегающих фонарь от поломок. Он защищен от перегревания и в случае, если в оптическом узле накопится слишком много тепла, самостоятельно снизит яркость на некоторое время, давая диоду остыть. Все режимы яркости вносятся во внутреннюю память фонарика, чтобы последний из активных в прошлом сеансе работы включался первым в текущем. От переплюсовки во время неправильной установки батарейки или аккумулятора фонарь тоже защищен. Корпус этого мини фонарика изготовлен из алюминия и дает ему достаточно высокий уровень прочности. Кроме того, этот фонарь очень хорошо защищен от попадания внутрь пыли или воды. Стандарт водонепроницаемости IP68. Он без ограничений работает во время дождя и даже может быть на полчаса полностью погружен под воду. Его можно носить как в кармане, так и в качестве полезного брелока для ключей. В комплекте даже имеется специальное кольцо, чтобы его можно было повесить на цепочку. В нижней части есть магнит, с помощью которого вы можете примагнитить фонарь к любой железке, что очень удобно. За счет двухсторонней клипсы его можно закрепить на кепку или на шапку, либо взять в зубы, как я, и подсветить себе нужное место. Управление сделано очень простым, все функции успешно выполняет одна единственная кнопка. Чтобы включить фонарь, нужно нажать на нее на полсекунды. Короткие нажатия на ту же кнопку уже включенного фонаря будут переключать все его режимы яркости по порядку. Чтобы использовать стробоскоп, нужно держать кнопку нажитой чуть дольше двух секунд. Еще одно короткое нажатие вновь вернет фонарь к работе в обычных режимах. Он очень интересный, жаль только, что с ним в комплекте нет аккумулятора. Но батарейка SR123A, которую я использую, недорогая, около 2 долларов. Всю информацию про аккумуляторы и батарейки, которые подходят к этому фонарю, смотрите на сайте, ссылка есть в описании. Также из приятного стоит отметить гарантию от производителя. Это 5 лет, что прям очень классно. В заключении могу сказать, что эти три устройства очень достойные для покупки, кому они нужны. Сделаны из качественных и долговечных материалов, работают очень хорошо и есть гарантия от производителя. На фонари 5 лет, на зарядные 1 год. Что думаете по поводу этих устройств? Пользовались чем-то подобным и пригодятся они вам дома? Если хотите больше про них узнать и разобраться, то ссылки на официальный магазин будут в описании. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписан на канал. Рядом с подпиской на канал есть колокольчик, нажимайте пожалуйста на него и в уведомлениях будет информация про мои новые ролики. Был рад сегодня для вас стараться. Хорошего вам вечера, дальше будет много интересного. Пока-пока!